Доброе утро! На самом деле даже одесситы уже давным-давно забыли о его существовании в связи с тем, что он был в заброшенном состоянии очень долгие годы. Вот уже 1 сентября этого года провелось торжественное открытие реконструированного парка. И сейчас Департамент культуры и туризма прилагает максимум усилий для того, чтобы люди вновь вспомнили, что это прекрасное место, где можно провести свое свободное время. Каждый выходной там играет наш Дикселент, и люди уже потихонечку-потихонечку начинают вспоминать, что да, действительно, там можно отдыхать, там можно получать удовольствие и максимум позитивных эмоций. Фестиваль «Дары Одесской осени», который будет проходить 25 числа, это семейный праздник. Это именно фестиваль, это ни в коем случае не ярмарка, это не торговля, это такой праздник для всей семьи. То есть люди могут прийти и насладиться не только дарами, щедрыми дарами Одесской осени, то есть попробовать вино, виноград, глинтвейн, чай, попробовать сыры, попробовать какие-то продукты гастрономии. Они могут также получить мастер-классы от хендмейдеров, от гончаров, от талантливых, просто талантливых людей нашего города. То есть это будет такое обширное мероприятие для того, чтобы привлечь туристов в наш город или все-таки для одесситов дать развлечься, потому что туристы все лето отдыхали, а теперь пускай пока горожане сами отдыхают. Это уже для горожан скорее, хотя если придут туристы, мы будем, конечно, очень рады их тоже увидеть. Вы знаете, в этом году вообще было невероятное количество подобных фестивалей. Это и разнообразные гастрономические фестивали, это и фестивали хендмейда. Во-первых, огромное спасибо за их организацию. Я не знаю, принимали вы участие или нет. Я все равно думаю, что это проходит через ваш департамент, все эти новости. Это было очень здорово и действительно в наше тяжелое время разнообразило какую-то жизнь городскую. Скажите, вот это как-то происходило спонтанно, то есть к вам приходили люди с идеями, либо это было запланировано конкретно вот так в этом году провести именно столь такое количество подобных фестивалей? Ну, на самом деле, вы прекрасно понимаете, что этот год немножко стрессовый для нашей всей страны, поэтому то, что запланировано, оно, конечно, проводилось. Но в основном это спонтанное мероприятие. Это и люди, которые приходили со своими идеями и что-то привносили в жизнь нашего города. Это и креативная группа, созданная при департаменте культуры и туризма, которая просто фонтанирует своими идеями. На самом деле, благодаря им создается вот такая спокойная, радостная атмосфера в нашем городе, когда люди понимают, что, несмотря на то, что очень тяжелое время сейчас, у нас все хорошо. У нас все нормально и проводится масса мероприятий. И даже гости нашего города ощущают себя здесь в безопасности. Скажите, это помогло привлечь туристов в сезон? Однозначно, да. Да, конечно. То есть было достаточное количество? Особенно на праздник, который был создан «Хочу в Одессу» это мероприятие, как за три дня более 50 фестивалей на территории нашего города проходило единовременно с самой разной направленности. Это очень большой отклик нашло и у жителей нашего города, и у туристов. То есть мы сейчас можем проследить такую тенденцию возобновления судозаходов. То есть если первая половина года у нас была более спокойная, то сейчас к нам наконец-то стали снова заходить сюда, и мы ощущаем, что туристы более комфортно себя ощущаются. Возвращаясь к фестивалю, хотелось бы уточнить, кто будет представлен? Это отечественные производители? Да, конечно. Это будут представлены отечественные производители, наши одесские виноделы, Тарутинский сыр-завод у нас будет, у нас будут кондитеры для деток. У нас для деток будет специально выделено живой уголок, такая вот зона, когда детки могут прийти, пообщаться с животными. В этом нам помогает наш зоопарк. Спасибо им огромное, они привезут всяких интересных зверушек, и пока дети будут заняты или зверушками, или участием в мастер-классах, родители смогут пойти и что-нибудь для себя вкусненько продегустировать. То есть там будут какие-то аниматоры, я так понимаю, да, которые будут помогать? Там будут специально обученные люди, которые смогут рассказать и об этих животных, и сфотографироваться помогут с ними. А также там будут представлены, так как люди, которые занимаются хендменом, очень хорошо разбираются в своем деле, это и те же гончары, и те же вышиванки, и это и открытки собственные руками. И даже у нас будет карвинг, это вырезание по тыкве, что на самом деле будет очень интересно, потому что да, скоро Хэллоуэн. Поэтому, конечно, они смогут полностью отдать внимание и детям, и взрослым. На самом деле это и взрослым тоже будет очень интересно. Кроме того, я так понимаю, что там еще и будет какая-то концертная программа. Да, конечно, будет концертная программа, у нас будут выступать как детские коллективы, так и взрослые коллективы, у нас будет такой этнический коллектив выступать, у нас будут выступать даже уличные музыканты, которых люди очень сильно любят на самом деле. Здорово. А когда стартует фестиваль и как долго он продлится? Мы начинаем с 11 утра и заканчиваем в 7 вечером. То есть на протяжении целого дня будут разнообразные конкурсы и супер. Да, конечно. Тем более, учитывая, что это день тишины и люди захотят все-таки отдохнуть от многочисленной политической рекламы, вот так насладиться, я думаю, это как раз им и поможет. Да. Какие ближайшие планы? Чем еще порадует одесситов и гостей города? На самом деле мы планируем на постоянной основе организовывать вот такие вот массовые мероприятия. Это и касается гастрономических фестивалей, это касается и поддержания талантов нашего города. То есть у нас много планов, но я не буду сейчас их все разглашать. Может быть, это будет гораздо интереснее, когда это будет сюрприз. Я так понимаю, что ближайшие, наверное, уже будут связаны с каким-то праздником, да, с ближайшей к... То есть рождественская ярмарка у нас точно будет какая-то, да, или точнее фестиваль даже скорее не. Ну, на этом фестивале, это такое вот он будет, вы говорили, что это ни в коем случае не ярмарка, но тем не менее на фестивале можно будет приобрести какие-то предметы, правильно? Да, конечно. То есть и продегустировать, и приобрести все, что хотите. Прекрасно. Спасибо вам огромное за такую полезную и интересную информацию. Очень здорово, на самом деле, что у нас в нашем городе проходят вот такие вот мероприятия, несмотря на то, что очень часто говорят, что не стоит устраивать какие-то веселые представления с учетом вот этих вот сложностей в нашей стране. Но, тем не менее, на самом деле я вот абсолютно согласен, что это разряжает как-то обстановку и дает возможность людям, ну, действительно очень здорово проводить время. Да, и в конце концов, Одесса туристический город, и здесь как бы что ни происходило, Одесса зарабатывает, я так понимаю, тоже на привлечении туристов правильно в наш город. Конечно, сейчас этот фестиваль, о котором мы говорили, это больше для одесситов, как вы сами сказали, для их собственного отдыха, но и нам тоже, ведь нужно отдохнуть и от туристов, и в том числе. Давайте еще раз, давайте еще раз повторим, где и когда будет. Потому что уже одесситы звонят и все спрашивают. Да, уже просили, просили повторить еще раз. И желательно телефон. Может быть, кстати, кто-то хочет еще принять участие, если прием заявленный. С удовольствием, да. Есть еще, да, возможность? Да, конечно. Повторите, пожалуйста, и телефон, и где, и когда будет проходить фестиваль. Итак, фестиваль Дары Одесской осени будет проходить 25 октября в Лунном парке, который расположен посередине Потемкинской лестницы. Это нижняя терраса Приморского бульвара с 11 до 19 вечера. Телефон 725 1717 или 725 0707. Мы всех будем рады приветствовать и на нашем замечательном мероприятии, и также мы будем рады, если кто-то еще примет участие. Начало во сколько еще раз? В 11 утра. В 11 утра. Всех одесситов с огромным удовольствием приглашаем на этот замечательный фестиваль, который действительно, может быть, отвлечет нас в первую очередь от выборов и поможет нам хорошо провести время. Почему бы и нет. Мы тоже пойдем с Толиком, да, и вас всех приглашаем. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в нашу студию, приятную информацию сообщили и полезную очень. Спасибо вам. Ну, а мы будем на этом прощаться. Желаем всем замечательного, отличного дня и хорошего настроения. Два часа в прямом эфире для вас были сегодня Анатолий Гуртовой и Татьяна Милинко. Говорили мы не только о полезных новостях и полезной информации, еще говорили очень много о пластических операциях, потому что именно сегодня в Лондоне была проведена первая в Европе пластическая операция. И, конечно, как мы можем это все подытожить? Что? Ваша внешность – это ваше достоинство. Нужно ее беречь, нужно за ней ухаживать, не обязательно прибегать к услугам пластических хирургов, потому что всегда важнее не внешность, а душа, и за ней надо следить. Ну, а еще можно настроить себя на позитив. И, как говорила героиня одного известного фильма, да, я самая обаятельная и привлекательная. И если вы поверите в то, что вы действительно по-настоящему красивы как внутри, так и внешне, то и окружающие вас люди тоже будут на вас смотреть именно вот в таком ракурсе. Надеемся, мы вас уговорили с утра. Не забывайте об этом. Ну, и мы попрощаемся с вами. Спасибо вам большое. Смотрите программу «Утро» на седьмом канале. До следующего утра.